привет всем короче у меня как всегда радость меняется грустью ну потому что она так всегда короче звоню маме потому что наш не звонит вообще она буду ехать во вторник в чернигов к врачу потому что типа рука от ночи опухшая отекшая что-то такое короче и врач скорее ну врач по отзывам нехороший и я и говорила раньше еще когда она только недели две назад говорю ну сходи ты к другому врачу второй хороший я подошла там очереди я не хотела сидеть а теперь у нее рукой обтекшая а верну сходи к другому врачу так он не захочет вредить тому он не захочет смотреть ну ты блин знаешь и она же со мной не хочет разговаривать она сразу кидать все все ладно я занята все ладно я занята и вот это нервы вытрепует и знаете позвонила с куматом разговорились врач сказал ей парить руку а вроде парить нельзя ну короче я не знаю что можно что нельзя но у меня так типа ну я как разрывелась уже просто потому что на этих нервных ну эти нервные перегрузки для меня не хорошо и она что же бегает нервничает и ничего не хочет делать для себя же а это ж не грудной ребенок что я могу взять на ручки отнести до врача и все сделать ну короче расстроилась так потом взяла покурила хотя курить же нельзя ну и сейчас решила набрать ванну воды потому что надо помыться хорошо завтра поеду голосовать зайду домой заберу фотографии и думаю ночью я дергаюсь доходила и что хотят хотят лечит свою руку не хотят не лечит потому что мне никаких нервов не хватит вы знаете я хочу поскорее куда-то сбежать чтобы они сами свои проблемы решали чтобы не загружали меня короче этими проблемами которые можно решить было сразу сразу решить это можно было можно было сразу пойти до другого врача можно было приехать сразу в чернигов до врача этого она делать не хотела потому что она хочет развести коз и нянчить их три козы и молока с них нету лишь бы таскать ну то есть такое ни о ком не думает о себе не думает ни о чем не думает живет как вот а по течению и вот это же я знаю себе по себе что сейчас раз нервничаюсь потом они будут здоровые бегать улыбаться в них все хорошо а у меня что здоровье подрывается а им же то похеру короче сейчас прямо ванну и пошли они всего что хотят то и делает пускай хотят едут и чернигов только кто их захочет кто и захочет тут смотреть тут все захотят скажет у вас есть местные врачи чего вы припёрлись не ну может посмотреть какой врач но можно надо заплатить будет ну так можно в своем городе сходить до другого вот он не захочет ну ты знаешь ты до него ходила что он не захочет или захочет короче знаете не дай бог вот это шо старые шо дети наверное одинаково но только шо дитё ты взял за руку и повел 2 человека ты же не возьмешь за руку не поведешь потому что помимо то что он не хочет ничего делать для себя же он еще и будет ругаться я же говорю что звоню она я занята я занята я занята я занята ну ты ответ нормально если тебе так болит так чё ты во вторник чё во вторник иди в понедельник блин болит столько дней она сидит терпит ждет пока она сама рассосется и так всегда и ну хорошо терпи но так видишь себя тогда нормально если ты не хочешь не лечиться что ты ждешь кто тебя будет помогать кто тебе полечит до тебя врач никак не приедет а чтобы она делала если до врача надо было за полгода записываться ну короче задолбали если честно просто задолбай да и все потому что я разнервничалась меня уже типает меня уже голова кружится вот она мне надо вот это вот все господи я не знаю если люди которые живут идеально наверное их не существует конечно но сильно знаете вот я думаю что дети сироты а может они по крайней мере не воспитаны за кого-либо переживать и только о себе может они погибают в одиночестве и холоде по крайней мере никто нервы не трепает а то с детства они знают что они одиноки и никому не надо и все только сам за себя хоть захотел успелся захотел умер и а я не так пробился и живет и короче и я же не могу с ней поговорить я и говорю она ничего не слышит и слышать не хочет все я занята я остановилась я иду с магазина и все буду ехать чернигов потому что тут что-то нет но есть чернигов хорошо есть чернигов так а раньше не могла ты сходить до врача когда подозревала сама что неправильно сложил боялась так могла бы ты раньше пойти чтобы хотя бы другой врач посмотрел не это же сложно сделать короче просто трындец товарищи и знаете я сижу мне мысли такие голове сматуйся с этой страны нахрен потому что не дадут жизни и сами них не живут нормально счастливо и никому не хотят давать хотят высосать все соки все энергию чтобы добить нахера рожать детей чтоб потом их добивать вот это вот короче вот такие вот пирожки так что вчера была радость а сегодня для равновесия надо немного порастраиваться забронировали кумовья билеты на автобус туда назад аж на 19.30 мне на 19.30 а что там буду столько времени делать я перезвонила на другой номер там заказала себе на 4 часа место было как раз одно ну для меня было место спасибо моему ангелу хранитель он заботится обо мне просто звоню говорю есть просто воскресенье и много людей уезжают студентов плюс еще выборы поэтому перегруз поэтому места заранее я говорила кумовьям давайте заранее но сорганизоваться заранее надо было мне звонить но я не могла за всех я могла только за себя ну могла бы сама за себя позвонить не ну нормально все равно 10.30 в 11.30 буду там пока проголосую скажу домой может не буду с ними сидеть чё я буду там сидеть я уже сидела с ними за столом пускай сами отмечают может еще успею даже успели час посидеть все больше не надо 11.30 пускай до 12.30 проголосую это может раньше что там такая очередь будет 12.30 час 32 33 34 30 короче три с половиной часа еще мне на то чтобы ну домой схожу это туда час и еще час посидеть и все ехать а так полдня я не представляю что буду делать просто тыняться по городу я не хочу нет у меня такого желания я же говорю что у нас так чтобы просто в радость и счастье такого приезда не бывает вот сестра сейчас приехала там и еще она мама это корячится своей рукой потому что не нет у нее желание пойти к врачу сходить можно было сходить за эти дни да сразу можно было пойти к тому и к тому просить чего не посмотрел быть он не захочет но ты знаешь ну за капец какой-то не дай бог узнаете короче прекрасная погода сейчас прямого ванну меня попустит просто что они бегают и себе трепают нервы и остальным потому что я же не могу не переживать даже мама моя на мне нервничать нельзя потому что когда я нервничаю у меня у меня противопоказано нервничать по зрению поэтому поедет поедет чернигов идет к врачу просится там и еще раз пекут потому что могут сказать что чего вы пришли и чего это или очередь будет тоже капитальная та же самая так не проще ли в своем городе было сходить до того ж другого хай дело я считаю нужным вообще знаете я выслушала что мы не можем изменить человека если он хочет так жить тут и его никак не изменишь если он хочет жить так как он хочет и его не изменишь допустим если он хочет там бухать он бухает все и и наша дурацкая привычка положить всю нервную систему на какого-то другого человека который хочет бухать там или хочет жить как затворник или не хочет там идти к врачу и мы это так душу вылаживаю матом свои нервы а потом тот человек здоровая конь бегает потому что он же вашей энергией напитался а вы чахнете потому что с вас силой все выжрали проще забанала вот такие то дела так что тот кто с интерната не завидую тем кто не с интерната потому что бывают моменты в жизни когда вас просто выедают ничего не можете с этим сделать потому что родные люди жалко хочется помочь а помощь не принимается вот такие то дела холодильник разморозила реально вот это не рвануло так мне сразу голова закружилась я не мороженый страшный холодильник бомжатский потому что он намерзает сильно короче такие то пироги ладно там уже где-то ванна набралась буду сейчас принимать но в любом случае все будет как должно быть должно быть все нормально потому что иначе быть не может должно прорваться разве нема желание силы на то чтобы ходить сразу нескольким врачам и добиваться чтобы ее осмотрели потом она даже не пробовала значит хай делая так считаю нужным я считаю так если бы ее прижало действительно сильно там уже все было то она бы пошла и до того и до пятого и десятого так она просто болит так она нервничает психует бегает но не хочет обращаться никому там уже сестра ее додолбала что она в чернигов собралась она также сама сидела и когда у нее было проблемы с гайморитом запущенная форма сидела обсидела пока ходила вот это к одному врачу который ничего не говорила потом когда жареный петуху жопу клюнул тогда она конечно подняла жопу и помчала испугалась жить захотелось но сейчас пока она не чувствуешь ее еще клюнули в жопу она трепая себе и всем остальным нервы не дай бог короче это все переживать силы просто подъедаются колоссальные силы просто выедаются вместо того чтоб давать остальные силы выедают их вот так ладно не расстраивайтесь это я себе говорю и я и вы потому что все равно все будет так как должно быть то чего расстраиваться пока